Всем привет! Эдуард на связи, канал уже не доктор. Давайте посмотрим, что в эту минуту прямо сейчас старится с биткоином. Как, если честно, меня уже задолбал этот боковой тренд, потому что это, конечно же, самое тяжелое время на рынке, когда тяжело что-либо предсказывать. Паттерны не работают, скользящие средние, как будто бы их и не существуют, и как будто они не существуют. В общем, достаточно муторная тема, хочу вам сказать. Множество ложных прорывов, и поэтому мы с вами как раз вчера обсуждали данный нисходящий треугольник, что ему необходимо больше подтверждений для того, чтобы иметь больше представления о том, что мы все-таки его истинно пробили в сторону роста, и в таком случае можно заходить лонг, с какими-то целями. Мы с вами определяли, что если смотреть именно по данному треугольнику, цели там вплоть до 45, даже 46 тысяч долларов, а если брать локально, здесь вот этот локальный треугольник, который мы там пробили симметрично, то там цели вплоть до 40, 41 тысячи долларов. Но если брать именно этот большой треугольник, то тут, конечно, картина совершенно удручающая. Мы видели прорыв еще вчера, и объемы на часовике видно, что нет каких-то фантастических объемов. Кроме того, мы видим, что прорыв в итоге оказался ложным. Мы протестировали сейчас его верхнюю границу как сопротивление, и, судя по всему, сейчас будем дальше снижаться. Здесь у нас уровень поддержки будет где-то 33,5 тысячи долларов, которые мы с вами долго не могли преодолеть. Ну вот здесь диапазон даже 33,5-33,8 тысячи. Здесь несколько поддержек, конечно, у него есть. Вот. И есть большая вероятность того, что пойдем обратно тестировать 30 и 31 тысячу. Вот. И если, конечно, спустимся и закрепимся дневной свечой ниже 30 тысяч долларов, то пиши пропало. Здесь, конечно, можно поиграться немножко. В каком плане? Все-таки нужно помнить, да, что любой графический анализ, он несколько субъективен, поэтому можно здесь все это посмотреть чуть-чуть по-другому. Немножко сместить линии тенденции. Вот если в данном случае у нас нисходящая тенденция, можно ее немножко подкорректировать. И именно сейчас, да, то есть, ну, можно как-то с натяжкой еще там сказать, что, ну, блин, наверное, все-таки пробитие есть. Просто сейчас тестируем данную линию как поддержку. Но я бы все-таки считал наоборот, что сейчас как раз-таки мы, скорее всего, тестируем ее как сопротивление. И этот пробой был ложный. Заходить в лонг я бы стал только после пробития, то есть обратно, когда мы будем выше данной линии нисходящей тенденции. Если это произойдет хотя бы сегодня, да, потому что нужно прям очень быстро отсюда восстановиться сегодня, там, в первой половине завтрашнего дня. Если мы увидим объемы и если мы поднимемся хотя бы выше 20-дневного склеящего среднего, вот он на уровне 35666 долларов находится. Вот. И, кроме того, 36500, вот как мы вчера с вами обсуждали, как уровень сопротивления прекрасно себя отработал. Все, отсюда отклонились цены как раз из-за того, что не было особого ажиотажа. Ну, не готовы люди сейчас покупать биткоин. То есть они боятся. Они не готовы сейчас его продавать тоже, но пока не готовы. Они будут готовы, когда биткоин закрепится ниже 30 тысяч долларов. Вот тогда они уже будут готовы продавать его. Сейчас они не готовы. Теплится надежда на текущий момент покупать тоже не готовы. Раз не готовы покупать, то и цены не будут расти. Готовы продавать на уровнях сопротивления, да, где они покупали раньше. Вот сейчас они хотят закрываться с меньшими убытками. Поэтому в текущий момент мне слабо представляется рост биткоина. Очень много плохих новостей. Хорошие новости тоже есть, но они вообще никак не работают. Люди просто в панике сейчас находятся. В такой ситуации, ну что сейчас делать? Открывать шорты? Не знаю. Можно было бы попробовать отсюда открыть шорт какой-то со стопчиком рядом. Ну и если что, только в плане игры, да, как поиграться. Но я этого лично делать не буду. Я бы открывал шорты от более крупных уровней сопротивления. Вот таких от более надежных. 41 тысяча долларов. Депозан 41-42 тысячи долларов. И 20-недельная скаляющая средняя. Вот давайте мы его включим. 20-недельная. Вот оно. Вот оттуда бы я открывал шорты. Вот лонг бы открывал от, опять же, от 50-недельного скаляющего среднего, если бы увидел, что оттуда идет отклонение. В сторону роста. Опять же, с объемами. Вот. Вот оно у нас сейчас находится на уровне 30 тысяч 500-30 тысяч 700 долларов. Вот. А сейчас, ну что мы здесь видим? Мы здесь видим вспышку объема. Вот здесь вот. Около нескольких часов назад была она. Причем, явно это свидетельствует о... Во-первых, объем красный. Это значит, что он был создан на красной свече. Соответственно, это как раз продемонстрировало нам, что эту границу следует воспринимать правильно, да, что это как раз-таки было сопротивлением. То есть мы увидели здесь снижение на повышенном объеме. Вот поэтому сейчас больше шансов тому, что будем лететь к нижней границе данного треугольника, с какой-то остановочкой на этом уровне. Хотя он... Я думаю, что основным ключевым уровнем поддержки сейчас будет как раз-таки вот эта нижняя граница данного треугольника. Если брать этот треугольник вот локально, да, симметричного треугольника. Вот. Ну и, конечно же, следующий уровень поддержки 30 тысяч долларов. Вот. Как и прежде, я считаю, что более правильными инвестиционными уровнями для покупки являются 30 тысяч долларов, 25, 24, 25, 20 и даже 14. Ничего мне вам нечего нового сказать. Понимаете, ребята, ну вот так вот выглядит горизонтальная тенденция. Вот она, скучная. Весело будет, когда мы пробьем один из уровней этого диапазона. Да, то есть либо 30 тысяч долларов, либо 42 тысячи долларов. Вот тогда будет весело. Собственно, я же, мы же с вами это все обсуждали еще когда? Когда мы полетели с вами до 30-ки. Где это было от видео? Давайте посмотрим. Биткоин. Падение позади или нет? Это вот было больше месяца назад. Где-то месяца два назад. Или полтора месяца назад. Вот тут я как раз-таки и говорил, ребят. Мы на 30-ки здесь зашли. Здесь буквально быстро разворот пошел почти до 40 тысяч долларов. Именно в этом видео мы с вами обсуждали. И все говорили, что это V-образный разворот будет. Мы сейчас летим покорять новые вершины. И как раз здесь я высказал свое мнение, что нет. Скорее всего, что мы очень долго будем колебаться между диапазоном 40 тысяч и 30 тысяч долларов. И что на это может уйти не один месяц. И очень много медвежьих сигналов. То есть мы как раз-таки рассматривали здесь серии. Была серия видео о сигналах, которые могут привести нас к очень глубокому снижению у биткоина. Так что, друзья мои, мой прогноз сбывается за те дни. Здесь, кстати, я предупреждал буквально за несколько дней до обвала всего, что альткоином хана. И что я продал полностью свои альты. А из битка я выходил где-то, где писал видео. Это было почти 3 месяца назад. Я как раз тогда прилетел в Москву и говорил, что я считал, видите, очки носил. Что я полностью продал свой биток. И говорил, что это была последняя точка. Хорошо продать. Вот хорошо, в принципе, спрогнозировал. Сам себя хвалю. Сейчас мне тяжело что-то вам советовать именно по покупке, именно по этим ценам. Ну, не знаю, рука, лично у меня рука не поднимается по ценам даже 30 тысяч долларов на всю котлету зайти на биткоин. Не поднимается. Может быть, пожалею об этом будущем, но посмотрим. Во всяком случае, мое сожаление точно не будет сопровождаться с потерей денег. Вот точно не будет сопровождаться. Знаете, еще хуже, когда ты сожалеешь об ошибке. И это еще сопровождается ощутимыми финансовыми потерями. У меня, может быть, будет что-то недозаработанное. Может быть, к сожалению, недозаработанных средств, но точно не от потери. Вот. Так, теперь. Что еще? Сегодня в телеграм-канале, подписаться на который я вам, кстати, советую, я сказал по поводу того, что завтра стартует, значит, закрытый сейл DAISY токена. Поэтому, кто из вас является участником проекта DAISY, этот закрытый сейл только для участников проекта DAISY в рамках НДТЭКа. То есть, если у вас есть DAISY пакеты, ну, там, хотя бы на 100 баксов, то вы можете купить себе токены. Вот у меня есть ряд аккаунтов. У меня очень много пакетов. У меня есть пакеты и на 102 тысячи долларов, и множество пакетов по 25 тысяч долларов, по 12 тысяч долларов. Там в общей сложности больше 300 тысяч долларов у меня куплено пакетов здесь в этом проекте. Вот. И если у вас есть пакеты здесь, то вы можете купить DAISY токены. Первый раунд будет стоить 10 центов эти токены. Там всего лишь на 7,5 миллионов долларов будут они продаваться. И будет это стартовать завтра. Я ссылочку оставил в свой телеграм-канал на международную презентацию. Вот как раз будет на 9 языках потоковый перевод. Здесь вот есть ссылочка на прямой эфир. Там будут рассказывать и о токеномике. И я сейчас еще дополнительно сюда скину видео о токеномике. Там в общем первом раунде будет 7,5 миллионов долларов продано по 10 центов токен. На 7,5 миллионов. Во втором раунде еще на 7,5 миллионов долларов только уже по 25 центов. В третьем раунде по 50 центов. В четвертом раунде по доллару. И затем будет еще дополнительный раунд. Уже свободный для всех, кто даже не является в DAISY участником. По доллару 25, по-моему, можно будет купить. В неограниченном количестве. А вот на вот таких более низких ценах можно будет купить максимум на сумму, которая у вас существует DAISY токены. Поэтому, ну, не DAISY токены, а купленные пакеты. То есть, если у меня здесь куплено 10 пакетов, да, и это стоимость там 102 тысячи 300 долларов, то, соответственно, я перехожу на сайт DAISY presale.com, когда здесь запускается, точно с таким же кошельком TronLink, точно с этим же браузером я сюда перехожу и точно так же покупаю пакеты. То есть, данный смарт-контракт будет сканировать, есть ли у меня пакеты в DAISY, сколько у меня их есть. И на такое количество максимум я смогу купить DAISY токенов. Если у вас на 100 баксов есть пакет, то вы на 100 баксов сможете купить. Я думаю, что вы по 10 центов успеете их купить, если вы среагируете там в течение первого часа-двух, то я думаю, что вы успеете взять их, вот хотя бы там в первый день. Покупать уже по 25 центов, 50 центов или 1 доллару, это уже вы сами решаете. Я думаю, что по 10 центов, в принципе, на 100 баксов, чем черт не шутит, купить можно. Потому что потом будут еще публичные сейлы, и цена токена будет там 2,5 доллара на первом раунде публичного сейла, на втором раунде 5 долларов. И листинг будет уже в августе на нескольких централизованных биржах и на нескольких децентрализованных биржах DAISY токенов. То есть он уже в августе будет торговаться. И ценник будет стараться держать не ниже 5 долларов, даже еще потом в итоге его поднимать. Каким образом это будет достигнуто? Ну, естественно, определенной методологией реферальной программы там будет одноуровневая. То есть это не MLM, как хочу, чтобы вы понимали, DAISY лаунчпад. Привлекательностью тех проектов, которые на лаунчпаде DAISY будут размещены. Ну и, конечно же, токеномикой. Токеномика такова, что те люди, которые будут покупать на закрытых раундах сейла, вот как мы с вами, да, по DAISY, они не смогут их сразу себе продать эти токены. То есть в первые 90 дней, чтобы вы понимали, вот те люди, которые купят по 10 центов, там по 25, по 50 центов, в первые 90 дней будут разморожены всего лишь 5% токенов. И затем по 5% каждый месяц. Соответственно, нельзя будет людям, которые купят по 10 центов его на закрытом сейле, сразу же взять и продать, и обрушить цену. Смогут сразу же получить все токены на руки только те люди, которые будут в публичном раунде покупать там по 2,5 доллара и по 5 долларов. То есть они смогут получить их на руки. Участники DAISY смогут их постепенно размораживать, выводить, продавать по желанию. А до тех пор, пока они в заморозке, люди смогут их отправлять в стейкинг, получать дополнительные токены от стейкинга, получать награды в USDT, в токенах, которые будут проводиться на DAISY лаунчпаде. Ну там, в общем, на самом деле, будет несколько видов наград. То есть в токенах проектов на DAISY лаунчпаде, в DAISY токенах и в USDT будут награды от фарминга происходить. Вот, собственно, такой вот механизм. Завтра будет подробно об этом во всем рассказывать. Поэтому, если у вас уже есть пакет в DAISY хотя бы на 100 баксов, то попробуйте на 100 баксов купить DAISY токенов. По 10 центов постарайтесь урвать. Если там уже дороже, не успеете по 10 центов дороже. Но тут я уже вам не советчик, тут уже сами решайте. Завтра послушайте, что расскажут на конференции онлайн официальной по DAISY. И уже сами примите решение покупать там, например, по 25 центов, по 50 центов, если вы по 10 не успеете взять или не покупать. Ну, желательно, конечно, успеете взять по 10. Вот. Как бы больше токенов, больше фарминга. Поэтому, вот такие вот новости. Если вы еще не являетесь участником DAISY, но хотели бы тоже еще и токены купить, то у вас еще есть время с этим совсем ознакомиться. Вот есть инструкция в описании. Переходите полностью подробно, как зарегистрироваться, как купить пакет. Потому что это все смарт-контракт. Смарт-контракт все-таки это не так просто. Ссылочка на регистрацию и подробная презентация, чтобы вы могли точно понять, что это за проект такой, нужен вам вообще или не нужен. Лично я в качестве диверсификации DAISY & DTEC рассматриваю. То есть, как бы на долгосрок. Здесь речь не идет о быстрых заработках. Это не хайп. Но, вот, как дополнительная страховка для инвестиций неплохая вещь. Вот, собственно, такое мое видение рынка. Такое мое видение инвестиций, заработка в интернете. Где сейчас, чем можно попытаться что-то урвать. Каких-то золотых гор, как мне кажется. Я вижу, что не очень много вероятностей. Вот прям так же иксовать, как мы иксовали с вами в начале года и весь прошлый год. Вот таких вот огромных иксов, я думаю, в ближайшее время не будет. Хотя, с чем черт не шутит. Но, в всяком случае, это очень будет рискованно. Так что, таким вот образом. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Ну, а я, в свою очередь, желаю вам всем сильнейшего профита. И мы увидимся с вами завтра. Пока.